Впервые за многолетнюю историю чемпионат Брестской области по конкуру собрал 58 участников. Только в первый день на преодоление метровой высоты вышли 47 наездников из Брестского центра Олимпийского резерва, трех детско-юношеских спортивных школ, четырех конно-спортивных клубов, а также двух частных конюшен. Здесь спортсмены уже максимально на своем пике формы и должны показывать максимальный результат. Ну и что касается, как оно прогрессирует, да, прогрессирует. Это мы можем посмотреть даже с прошлым годом. У нас не было такого количества участников в первый день соревнований. Сегодня стартует 47 человек. Пускай эта высота не самая большая, но тем не менее. То есть есть прогресс, есть какой-то рост, есть развитие. Цель чемпионата – не только выявить сильнейшего. Это своего рода итог соревновательного сезона среди спортивных школ. А участие наездников из других клубов – хорошая возможность оценить конкурентный уровень соперников. Мы с ними не конкурируем, мы с ними сотрудничаем. Мы рады, что они участвуют, мы рады, что они начинают расти. Ну вот, когда пойдет прогресс уже именно в росте результатов, когда их мастерство станет выше, тогда будем говорить уже о прогрессе и о том, что они могут составить достойную конкуренцию. Конный спорт достаточно популярен. У нас очень много детей занимается, и год за годом мы держим достаточно высокую планку на республиканском уровне и пытаемся не сдать наши позиции. Поэтому мы неделю назад выиграли первенство Республики Беларусь среди юношей, как в командном первенстве, так и в общекомандном зачете. И все три конкура в личном результате наши спортсмены также выиграли. Чтобы выиграть, нужно пройти маршрут без штрафных очков и с лучшим временем. А для этого необходимо совместить мастерство наездника со всеми тонкостями психологии его лошади. Я приехала сюда, чтобы получить разряд себе, это раз. Ну и во-вторых, еще как-то победить где. Но вообще трасса на первый маршрут, это как-то тяжеловато, мне кажется, для первого. Ну, метр. Это как-то немного тяжеловато. Ну, ничего, пройдем. Мы такое проходили. Итоги прохождения маршрута непредсказуемы. Здесь важны не только навыки и опыт, но и умение проявить соревновательный характер. Для одних спортсменов чемпионат стал дебютом, для других – хорошим опытом на будущее. Это мои первые соревнования. Это просто для меня все. Я немножко забыла маршрут, и у меня немного не получилось. Маршрут очень сложный, много крутых поворотов. Но лошади подготовлены к нему. И о соперниках могу сказать, что очень сильное соперничество. Но мы справимся. Вместе с тем, для спортсменов Брестского областного центра Олимпийского резерва соревновательный сезон еще не завершен. Впереди участие в открытых республиканских соревнованиях памяти даватора в Ратомке и спартакиада спортивных школ. Для учащихся нашего центра это еще не финиш сезона. Через две недели будет спартакиада детско-юнических спортивных школ по конному спорту в Могилеве. И туда будем формировать две команды, чтобы поехать, и они представляли наш сор. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ.